Сегодня в новостях Samsung Galaxy J7, новый смартфон от Sony, процессор Apple, а также информация о Samsung Galaxy S8. Ну а я Макс, всем привет! Сегодня 3 февраля и в этот день проходит фестиваль цветов в Таиланде. А также в магазине Все Майки действует скидка в 10% на все товары. Ссылка как обычно в описании. Свежая последняя информация о Samsung Galaxy S8. Стало известно, что на выставке MVC 2017 в Барселоне 26 февраля все же уделят минутку новому флагману. Стало известно о том, что на выставке покажут минутный тизер, в котором мир увидит настоящий дизайн смартфона. Также известно уже точно, что анонс смартфона запланирован на 29 марта. Ну а также дата начала продаж на 21 апреля. Компания Sony выпустит обновленный Xperia Z5 Premium. И вероятно он получит название Sony Yashino. Смартфон не получил популярности, хотя он до сих пор обладает удивительными характеристиками. То есть дисплеем в 4К. В этот раз это будет такое же разрешение дисплея, а также будет обладать новым процессором Qoom Snapdragon 835. А также судя по свежей информации и сертификатов, он получит самую новую камеру AIMA X400. Анонс смартфона состоится примерно в начале мая, так как на данном процессоре, раньше чем Galaxy S8, он выйти не сможет. Samsung Galaxy J7 засветился в бенчмарке GFX Bench. Данный смартфон является международной версией и будет продаваться по всему миру. По начинке стало известно, что он будет работать на процессоре восьмиядерном Exynos 7870 и иметь 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенной. За графику будет отвечать Mali 830. Дисплей смартфона 5,5 дюймов, а разрешение HD. Камера основная на 8 мегапикселей, а для селфи на 5. И работать будет на последнем андроиде 7.0 Nougat. Ну и компания Apple работает над собственным процессором для своих ноутбуков и ПК. На днях стало известно, что они ведут работу над процессором T310. Так его именуют в данный момент. И это далеко не центральный процессор. Он создается для посредственных задач. То есть возьмет на себя режим гибернации, что сократит потребление энергии. А также еще какие-то простейшие функции, чтобы разгрузить центральный процессор. И наверняка данное решение готовится к следующему обновлению ПК и ноутбуков. В данный момент в ноутбуках уже имеется подобный процессор Apple T1. Который отвечает лишь за новую панель Touch Bar и сканер опечатков пальцев. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Также не забывайте о скидках к 14 февраля в магазине Все Майки. Ну и если вам нужна помощь в выборе техники, либо смартфонов, обращайтесь на наш портал. Удачи и пока!